Согласно интернет-данным, ежедневно мировую сеть выходит примерно 95% детей. Также, согласно исследованиям лаборатории Касперского, наиболее уязвимы для интернет-угроз подростки в возрасте от 13 до 15 лет. А счастье это связано и с пубертатным периодом, когда ребенок более раздражителен, эмоционально неустойчив. Группы смерти, порнография – это наиболее распространенная угроза, с чем ваше чадо может столкнуться в интернете. Как защитить и оградить, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях Рукина Александра Александровна, психолог Краевого кризисного центра для мужчин, а также Сердюкова Наталья Александровна, психолог Краевого кризисного центра для мужчин. Здравствуйте, рады приветствовать вас в студии. Ну вот упомянули порнография, группы смерти. Давайте немножко поподробнее. Это весь спектр, список угроз, с которыми может столкнуться в интернете ребенок или нет? Ну на самом деле это не весь спектр, не весь список угроз, с которыми ребенок, подросток может столкнуться в сети интернет. Список достаточно большой, широкий. Да, это разжигание какой-то национальной неприязни, вражды. Это банально насилие. Да, насилие. Это сейчас очень популярно стало выкладывать какие-то информационные, какие-то контенты про агрессию, про жестокость среди подростков, которые распространяются очень быстро в рамках социальных сетей и на других ресурсах. Вот те данные, которые, готовясь к этому интервью, мы нашли, это исследовательские Касперского, лаборатории, 13-15 лет. Так ли это в действительности, если брать Барнаул, Алтайский край? Именно эта категория детей наиболее уязвима или нет? Или еще младше, старше? Со временем, может быть, поменялось, поскольку это были актуальные данные на 2017 год, сейчас 2019. На самом деле, в последнее время участие детей и подростков в сети интернет достаточно активно начинается уже с 11-12 лет. И это не только использование каких-то информационных ресурсов в рамках обучения. Это регистрация в социальных сетях, это пользование мессенджерами и так далее. И поэтому уже можно говорить о том, что возраст, подвергаемый риску, это не 13-15, а уже гораздо ниже, от 11-12 лет. Угрозами, как я понимаю, можно и в целом в сети интернет, и в социальных сетях. Как обезопасить, как защитить ребенка? На самом деле, есть какие-то такие базовые правила, следуя которым, ребенок и родитель, или ответственный взрослый может обезопасить себя, и своего ребенка, и свою семью. Нужно выстраивать доверительные отношения со своим ребенком, нужно разговаривать с ним. Вот когда ребенок подрастает, мы же не отправляем его гулять самостоятельно одного сразу. Мы сначала ходим с ним вместе, учим правилам поведения на улице. Такие же принципы существуют и в сети интернет. То есть для начала нужно научить ребенка пользоваться сетью. Нужно объяснить ему, какие могут быть риски, как себя вести и как себя обезопасить. И самое главное, это все-таки осуществлять контроль, но это не должно быть давление. Ребенок не должен чувствовать постоянно какие-то запреты, постоянно какое-то такое тотальное давление над собой в отношении пользования интернетом. Все-таки в наше время система образования новую модель приняла, где подросток и ребенок должны самостоятельно искать себе информацию для учебы. И детям необходимо пользоваться интернетом, и они это делают. Просто нужно поговорить с ребенком о том, что вы будете контролировать те сайты, которые он посещает. Вы будете заходить на страницы его социальных сетей не для того, чтобы как-то его зажимать, а просто для того, чтобы обеспечивать его безопасность. Потому что это очень важно, потому что риски, которым он может подвергаться, они буквально на каждом шагу. О возможностях, как это сделать для того, чтобы не навредить ребенку, мы поговорим чуть позже. Вот вы, Александр, сказали, что возраст меняется, и уже 11 лет. Наталья, вот скажите, а сейчас как раз это уже, наверное, более к вам вопрос, насколько зависим вообще ребенок от современных ребенок, от гаджетов, от мобильных устройств, вообще в целом от интернета? Ну, наверное, в данном случае есть смысл говорить о том, насколько на самом деле опасна информация, да? Опасен тот поток информации, который на сегодняшний день льется с экранов гаджетов. Вы знаете, мне бы хотелось обратиться к определению яда. Что такое яд? Все является ядом и все не является ядом в зависимости от дозы. И вот следствием такого яда на сегодняшний день наше общество сталкивается с двумя такими понятиями, болезнями, диагнозами, состояниями, как хотите это назовите. Это цифровое слабоумие и информационная псевдодебильность. Звучит довольно-таки страшно, согласитесь, да? О чем здесь идет речь? То есть это действительно последствия вот этого яда, с которым мы уже на сегодняшний день неминуемо сталкиваемся. Ну вот если коротко и более подробно, да, что такое цифровое слабоумие? Цифровое слабоумие бывает у детей, которые начинают свою жизнь с гаджетов. Ну, в частности, я вот каждый день, работая в этой теме, сталкиваюсь с примерами и в своей профессиональной деятельности, и в обыденной жизни. И вот могу привести два таких маленьких примера. Мама довольно-таки зрелого возраста, мама пятимесячного ребенка, с азартом в глазах, мне рассказывает о том, что он уже начал реагировать на телевизор. И когда я включаю мультики, я могу его оставить одного и заняться своими делами, либо же, ну, какими-то домашними делами. И второй пример. Мама двухлетнего малыша обратила внимание на то, что когда по телевизору начинаются рекламные ролики, он в буквальном смысле залипает возле телевизора. Прям вот его не оторвать. Мама смекалистая оказалась в кавычках, она записала несколько таких роликов рекламных на цифровой носитель, и когда ей нужно заниматься своими делами, она просто включает, и в течение часа ребенка не оторвать от телевизора. Вот, казалось бы, это действительно очень страшное явление. Чем оно страшно? Тем, что нужно понимать, как устроен мозг ребенка. Мозг ребенка — это далеко не мозг взрослого человека. Он представляет собой скопище нервных клеток. Но, вот знаете, в метафоре это, если мы спустимся в оркестровую яму, то там сидит много-много музыкантов. И каждый сидит в удобном для него месте со своим инструментом. У кого-то там струнные, у кого-то духовые, кто-то на барабанах стучит. И каждый чего-то как-то взаимодействует со своим инструментом. Вопрос, услышим ли мы в этом случае красивую звучную мелодию? Конечно же, нет. И вот задача развития мозга ребенка на самом деле, она заключается в чем? Чтобы впустить в эту оркестровую яму дирижера. Тех людей, которые будут разносить, подносить партитуру. Для чего? Для того, чтобы обучить анутной грамоте. Для того, чтобы научить взаимодействовать красиво и правильно со своим струнным инструментом. Давайте будем немножко лапидарны и чуть-чуть покороче, поскольку время наше ограничено. Для детей гаджеты полезны? Нет, потому что и у нас коллеги с раннего возраста, если приходят с ребенком, они уже в планшетах, они уже в телефонах. Это нормально или нет? Это далеко не нормально. Далеко не нормально по той простой причине, что вот когда мы говорим об опасности, развивается, а цифровое слабоумие у ребенка, цифровая зависимость, а это на сегодняшний день действительно медицинский диагноз. 10-20% нервных связей в мозге не работают. Мышление это навык, который либо тренируется, либо не тренируется. Как поступать? Ограниченное время приучать ребенка, как нас в детстве, 30 минут за компьютером, иди на улицу или нет? Вы знаете, специалисты в этой области на самом деле вообще рекомендуют, что ребенок до 3 лет не должен вообще касаться гаджетов. Далее от 0 до, от 3 лет до 7 полчаса максимум. И далее это 2 часа в день. Вот это тот максимум, который действительно разрешает. А с какого возраста, если есть такие цифры, с какого возраста можно ребенку самому в свободное плавание в сеть интернет? Или пока взрослым не будет? Ну, конкретных каких-то цифр нету, да. Но вот если рассуждать с точки зрения возрастных особенностей, я думаю, когда ребенок пошел в школу и в третьем классе, он уже может как-то взаимодействовать с этим потоком информации. Ну, то есть, есть, к примеру, возьмем банальный, это обычный там чат-класса, где переписываются между собой, это нормально. Есть сеть интернет, которая следует угрозами, если вспомнить там год-два назад, Синий Кит какая-то игра, которая смертельная была для всех. И вот сейчас вернемся к тому, как оградить, как защитить ребенка. Вы начали, Александр, говорить о том, что вместе с ним, ну, по своему опыту, есть сестра, когда мама там пытается зайти, ну, раньше, когда было, пыталась зайти, у нее истерика становилась в ее соцсети, нельзя заходить. Есть же альтернативные варианты, которые взрослое поколение, может быть, и не понимает. Это посмотреть историю браузеров, куда заходят. Давайте несколько таких советов, пособий дадим сейчас взрослым людям, как проконтролировать ребенка, чтобы он не чувствовал себя как раз ущемленным, что в его зону комфорта, зону свободы никто не лезет. Смотреть историю браузеров. Да, первое, это, конечно, отслеживать историю браузера, то есть это те интернет-порталы, где находится ребенок, где те сайты, которые он посещает. Иногда даже не обязательно заходить, добавляться в друзья к ребенку в социальных сетях. Фейковую страницу создать. Да, фейковую страницу. Это может вызвать, наоборот, какую-то агрессию со стороны или протест со стороны ребенка. Это такое бывает, потому что дети, подростки, они хотят быть взрослыми, они хотят быть самостоятельными. Достаточно бывает иногда просто посетить в качестве гости страницу своего чада для того, чтобы оценить его интересы, его эмоциональное состояние, оценить те материалы, которые он репостит, перекладывает на свою страницу. Для того, чтобы сделать какие-то выводы, которые уже дальше можно обсудить с самим ребенком. Говорить о том, чтобы постоянно, тотально следить, находиться в его чате, отслеживать его друзей. Это можно делать, но будет ли это эффективным? То есть можно рассказать ребенку о том, что есть правила, есть безопасность, о том, что есть такие группы смерти, да? В принципе, что есть угрозы. И давайте мы не можем не рассмотреть этот аспект, если уже обнаружили. Если вот так вот с опозданием ребенок стал раздражителен, ребенок стал психически неустойчив, и обнаружили вот как раз те самые вышеупомянутые группы смерти или какую-то подозрительную информацию, непонятную для вас информацию в его телефоне, в его социальных сетях. Что делать, куда обращаться? Может быть, попытаться ограничиться диалогом или сразу прийти к психологу? Ну, в первую очередь, это, естественно, диалог. Это попытаться поговорить с ребенком, прояснить, что с ним происходит. Попытаться прояснить, какое у него настроение. Высказать свою тревогу о том, что я заметил на твоей странице такие картинки, которые действительно меня пугают. Да, рассказать о своих чувствах, не бояться ребенку показывать, что вы переживаете за него. Наталья. Я добавлю. Вы знаете, вот есть один способ. Он, наверное, самый трудный, но, на мой взгляд, он самый эффективный. Это вообще быть с ребенком в дружеских отношениях. Создавать такой контекст, где бы он сам захотел с тобой, как с родителем, поделиться. А я смотри, что вот здесь вот нашел. А как ты думаешь? Да, то есть вот такие отношения с ребенком строить. Это изначально, это самое первое и самое главное. И тогда вряд ли придется его контролировать. Насколько это реально? Потому что я знаю, что многие к этому приходят с возрастом. Когда вот если начали говорить про пубертатный период, его... И обычно в подростковом. Обычно в подростковом. То есть стараться подружиться уже как раз, когда ребенок начинает взрослеть, и когда появляется интерес. Если у девочек мальчики, у мальчиков девочки и так далее. Да, ну и таким интересом, вот я из своей практики могу сказать, чаще всего ведет родителя чувство страха. Что я его сейчас могу потерять, потерять эти отношения, потерять свой авторитет в его глазах. На самом же деле, на мой взгляд, не нужно бояться быть самим собой. То есть с самого мальства, с самого рождения, да, ты ребенку такой старший друг. Но ты можешь в этот момент быть слабым, ты можешь тоже вредничать, ты можешь капризничать. И ребенку важно объяснять, что это есть человеческие отношения. В общем, так перефразируем немного, это будет, наверное, понятно. Но убрать вот это вот опекающее крыло и просто дать кулачок дружеский, будет достаточно этого. Да, и есть очень много примеров, которые действительно показывают эффективность этого взаимодействия. Проще подружиться и выстроить взаимное доверительное отношение, чем тотально контролировать и давить ребенка, что будет наименее эффективно. Психологу все-таки на каких-то стадиях нужно будет обращаться или нет? Если вы замечаете, что ребенок изменился, если ребенок стал по-другому, как-то нехарактерно для него реагировать на какие-то вещи... И никакие из методов, которые вот сейчас мы проговорили, это попытаться подружиться, попытаться поговорить, то в этом случае обращаемся к психологу. Да. Надеюсь, что никто из наших зрителей до такого не доведет. И обычный человеческий диалог, это будет лучшим решением и лучшим лекарством от любых проблем. Вам большое спасибо за то, что пришли, за то, что рассказали о такой современной проблеме, о заинтересованности детей в интернете и о тех угрозах, с которыми они там могут столкнуться. Вы смотрели интервью дня на телеканале Катунь-24. Оставайтесь с нами.